Химиотерапию мне больше не выдержу физически больше ни одной. Погромче говори, сядь рядом. Настолько я слабая, что ни одной химией больше не выдержу. Химиотерапию мне больше не выдержу. Будет лечиться молекой и трава. Химию больше сказали, трава не будут. Ты что-нибудь спрашивай, узнай, как здоровье. Как ребятишки-то приехали? Слава Христу! Нестор сейчас там задает. Девчонки мои кучу подлиннее надели. Переодели срочно. Я говорю, Нестор, ну хоть вежливо скажи, снимите. Нет, я сказал, чтоб сейчас запереодели. Я говорю, Нестор, а ты хоть это, давай пояс поменяй. Ты что, говорю, пояс поносишь? Сказали пояс носить. Игнатий Тихонович сказал, пояс носить. Я усмевать не буду. А я слышал, как Ваня рассказывал, как он жерди дал. Дядя Игнатий говорит, рассчитывается на начало, говорит, обещано. И в 14-15 раз больше дал, говорит. Ага. Я слышал его выступление. Так вы садитесь, я вас поснимаю. Садитесь. Садись. Садись. Я вас буду снимать. Да нет, тоже. Смолочку осторожно упадет. Ничего не надо задевать, только нет. Самое опасное, вот это вот не трудно. Хорошо, хорошо, все. Видишь, вот раздавленные пальцы такие, ногти. Ой. Все, пальцы убирайте, палец убирайте. Смотрю, все время цифры бегать. Палец уберите от экрана. Снимает. Там, чтобы цифры бежали. Да, да. Не задевай вот эту вот эту. Не задевай. Ну ладно, раз так пожелать. Так что будем в Божьей помощи отправляться. Ну ладно. Отказались, отказались. Я слышал о тебе доброе действие. Ну слава. А она с тобой говорит, не унывай. Все мы смертные. Знаю. Кто-то царя расстреливал, кто-то подписывал, а теперь все на том свете. А у меня, Игнатий Тихонович, случай-то какой был? Десять лет назад, помните, у меня маленький-то погиб, беременная была. Ну она. Вот, и когда мне делали операцию, вот как будто видела, как вот ходят люди, и эту операцию делают. Друг раз, забегали, забегали, забегали. И справа из стены вышли две светлые тени, и встали за моей спиной. И я домой молиться говорю, господи, маленькому Танестору годик всего, старше-то всего шесть лет, господи, дай мне хоть десять лет жизни, чтобы их поднять, а помоги, господи. Ну как же они, с Андреем-то одни останутся, совсем малые. Молилась, молилась, смотрю эти тени, раз, все эти светлые тени-то вот эти фигуры, раз, ушли опять в эту стену. Все, заснула, просыпаюсь, здоровая, живая. Десять лет в этом году, Игнатий Тихонович. Все, больше ничего не надо. Ровно десять лет, поэтому поблагодарю Бога, господи. Господи, слава тебе, что были эти десять лет. Слава тебе. Выпросила, да? Выпросила. Поехала на операцию, сказала детям. Я выпросила, говорю, себя для вас в прошлом году, это в прошлый раз. Теперь, говорю, ваша молитва. Как Господь решит, это ваше. Они молились, они постились в этот день, они молились дома. И Андрей, Андрей постился, молился. А чего же этот раз приезжали у матушки в Коспо купать? И даже никак. Не знаю, Игнатий Тихонович, видишь. И вам это было. Время было ограниченное. Мы пригласили на занятие, где бы надо сейчас зайти. Нет, будет, потому что... Да зайдешь, торопируешься. Шофер торопил, быстрее, быстрее, быстрее. У меня, говорит, заказ, мне нужно как можно быстрее, быстрее, быстрее торопишься. Хотя бы зайти поздороваться, да можно? Не знаю, Андрей. Тем более, мы рядом пришли на занятия. Он заглянул, мне некогда торопимся, на этом ушло бы одна минута, одна. Я говорила, Андрей, ну... Ну не может быть, что в одна минута некогда. Ну вот так вот это вот. Я всем своим говорю, заметь, в Библии писали 1600 лет 40 человек, примерно. И слово «некогда» только один раз встречается. И только тогда, когда людей было столь много, вопросовало, что некогда было хлеба вкусить. Но у нас тут другая ценовка. Все остальные – не некогда. Мы должны писаться в то время, которое нам отпущено. Ваня с Нескором из Лаги приехали очень хорошие. Они сами построили Синавал, сами. Ваня подошел к этому соседу и сказал, я заработал деньги в лагере, я, говорит, вам заплачу. Помогите, подскажите. Сосед пришел три раза. Три раза подсказал, он сделает вот это, вот это, вот это. Все остальное мальчишки делают сами. Вот так. Андрей даже не подходил. Ну Нескор-то доволен, что был? Ой, доволен. Он с этим поясом бегает. Я говорю, нет, что-то, ну, да, я его не постираю. Нет, я в Ване моюсь, я его помою. Да, говорю, он уже чумазый какой. Я его под рубашку спрячу. Не снимаю. А куда? Ну, в Росе, у нас отбаланная маленечко. Это есть. Ну и она много бы научилась. Да, много бы научилась, это тоже правда. Прощались мы, она осозналась, что вот так это. А по-другому нельзя. Ну, она сейчас утра встает в 5 утра, готовит кушать ребятам. Ну да. Удит их. Она сейчас как за главную мамку. Ну, это как раз в лагере, это, не, значит, лагеря не было. Мы в домах были. А в домах у нас сейчас там холодильники, морозинки, бель, свет, пить. Керина, ничего этого не было. Так что Роспотребнадзор нас тряхнуло, нам на пользу. Приезжал начальник уголовного розыска, уже, кажется, раз на три спрашивал, как. Ну, вот так вот он улыбнется, и еще не один, чтобы Роспотребнадзор нас тряхнуло. Никто, не Роспотребнадзор. Единственное, говорю, жалко, что и нафиг не получилось в лагерь, а я. Жаль. Я тоже очень желала, но попала в больницу. Огород на ней, готовка, иду. Андрей сразу на работу устроился. Сразу же в тот же день пошел на работу, устроился. Я ему как рассказала, говорю, что у меня там все порезали, все поудалили. Говорю, ну все, говорю, смотри, я говорю, сейчас никто. Как, говорю, хочешь. Мне, говорю, и по-жински все удалили. Чего, говорю, я тебе не брошу. Я тебе кормить буду, я тебя люблю. Я говорю, ну любишь, не пей. Ты теперь хозяин, тебе кормить. Держится, держится. Ну слава Богу. Ну слава тебе, Господи. Хоть не пьет, слава Богу. Правда, еще вот нет вот этого. Он отвык работать по дому. Вот отвык. Еще с трудом привыкает. Но антешки многое делают, очень много делают. Особенно Ваня. Вот мужик стал. Вот Ваня реальный мужик стал. Они и дрова все сложили, они и уголь перевезли. Это ж кому сказать, почти шесть тонн. Почти шесть тонн они перевезли. Девчонки им первые дни помогали, а потом ей не на учебу, а фрося руку повредила. А машину привезли. А привезли. А машину привезла у меня. Выгрузили кровать во дворе. И мальчишки сами сделали углярку. Сами. Но мальчишки они есть, мальчишки они не рассчитали. Что объем-то какой. Они-то думали на тонну на две, а тут шесть тонн. Не рассчитали. Но утром они молятся? Конечно. Они это все видели. Ранее вставание. А то впрочем выезжали, я говорю, перечисти по пальцам. Что полезного ты получила, находясь здесь? Она правильная. Ну, утром встает, Нестор всех молит. Нестор встает, Нестор читает молитвы. И говорит, так, сегодня ты Библию читаешь, сегодня ты считаешь Псалтырь. Поэтому читаем вот эту Библию, Евангелие и Псалтырь. Не менее трех Псалмов. А Ваня там вы для собачки выделили конуру. О, он с ней купался, ходил. Погибла собачка. У нее никогда там вроде другая, да? Да, теперь у нее другая. Погибла собачка. Она одна и была. Эти шишки у нее там на ногах. С шишками справились, вылечили легко. Привез домой, вылечили легко. Да проглядел она, зараза. Убежала, залезла на сарай, прыгнула и зацепилась, ошейником повесилась. И никто не видел. И где и как зацепилась, никто не понял. Повесила вот на обломке вот этого шифера. Собака хорошая. Надо же. Ой, там Ваня плакал. У матушки Володя там пошел, что-то помогал. Или Никита. И там сарай, видимо, закрыла курицу. А курица-то куда она? Прыгнула. А доска-то вот так. Она головой-то и задохла. И матушка говорит, там курица, может, петух нет. О, петух-то я так от него избавиться хочу. Все же не петух-то повесился. Ну вот так вот. Сейчас Ваня сам хоз доит. Сам хоз доит. Я захожу читать. Я не знаю, не снимаю. Захожу. Не дай, не дай. Не дай, не дай. Не дай. Дай, я спорю ездишь, ну-ка, ремонтируй. Отремонтировал. Нашел на свалке выброшенный принтер. Отремонтировал. Ну и теперь принтер работает. Он теперь по свалкам ходит эти запчасти от компьютера собирает, компьютер делает. Там даже смешно было. Матушка выделила денег немножко на компьютер. Ваня подошел, попросил, говорит, можно мы электричество проведем, а то у нас не везде розетки есть. Ахуратный быть. Нет, мы пригласили электрика, специалиста. Электрик все сделал очень хорошо, красиво. Нестор бегает. Ох, тут свет есть, смотри, мама. И в этой комнате свет есть, и в этой комнате. И я проверила все розетки с электричеством. Я говорю, ну да. И дробот во тьме сидящий увидел свет великий. Все давай смеяться. Ну а как? В такой радость он здесь щелкал этим светом. Ну сидели, одна комната была в цвету. Всего одна комната. На кухне работали, и кухню, и уроки делали, и кушать готовили. А сейчас каждый в своей комнате сидит, пишет. Все спокойно. Видите, как люди радуются свету. Света не было. Да, так просто. Спасибо, Господи. Спасибо, Матушка. Давали им боль в пределах закона. По ягоды ходить, заграли, стали, строй. И тут у нас дня в Варе, сейчас говорю, это 45 лет, 46 лет еще. Так интересно смотреть. Приехал Ваня. Ваня же спирал нас этот командир. Ваня когда уехал, он говорит, Несторка, говорит, мама, можно я рядом с тобой спать буду? Говорю, Несторка, тебе 11 лет, ты что? Мама, ну ты хотя бы на нижней полочке, на верхней ярусе, а ты на нижней полочке. Говорю, Несторка, ну тебе 11 лет, ты большой мальчик. Ты что, один спать боишься? Нет, мне без Вани плохо. Он взял куклу-младенца, одел ее в одежду Ивана и положил ее рядом с собой, потому что ему без Вани плохо. Ваня приехал, под сатыльник недавал, я говорю, Ваня, посмотри, ты на куклу обратил внимание. Я говорю, она вся в твоей одежде. Ребенок без тебя жить не может, а ты ему под сатыльник недавал. Ваня заплакал, говорит, Несторка, обнял, прости, братья, прости. Несторка уехал в лагерь, уехал спокойно, приехал командир. Говорит, Ваня, ты мне не командой, тут ты не прав. Вот тут нужно делать так-то, так-то. Меня Игнатий Тихонович учил. Ваня говорит, ну понятно, ну давай-ка мы лучше попробуем вот так. Нет, Игнатий Тихонович сказал, вот так, значит будем так делать. Мне так интересно смотреть, очень интересно. То один подчинялся другому, а теперь равные стали. У нас качели, и качели, на которые большое вревно, а она плохо, и вода не стекает. И она быстро перетирает. И никто не видел. Приходит, Игнатий Тихонович, а там говорит, качели, прям перетёрт. Я пошёл действительно, мы переделали полностью. Я ему заплатил за бдительность. Ну вот сказал, мама говорит, я тебе деньги дам. Вот я, говорит, заработал. Я пошёл, пришла за бдительность. А сейчас вот другая забота у Насти есть, чтобы тепло в туалет. Туалет у нас покосился, Андрей его летать не делал, и туалет вот так вот прям завалился. Я говорю, ну хоть яму выкопаем и новый туалет поставим. Да ей тёплый надо, прям в доме, чтобы был. Ну, это с Божьей помощью справимся. Главное, чтобы они знали Бога, жили по совести, чтобы искали общение с Богом. Дети-то знают, идти куда-нибудь. Ну, я тороплюсь тут с велосипедом, они стоят, всё, а мы помолились, помождаем. Я говорю, нестарки, вы молитесь утром? Да, я их всех заставляю. А перед выходом? Да, я их всех заставляю. Я даже папу заставляю. Я говорю, ооо, всё, вопросов нет. Я спрашиваю, говорю, а кто-нибудь за меня-то хоть молится? Хотя бы, говорю, в школе, вот остановились на секунду, помолитесь, Господи, помоги маме. Я говорю, достаточно. Они, говорит, несколько, говорят, да, я молюсь. Они говорят, ну, бывает. Корсик говорит, ну, бывает. Я говорю, несколько, я всегда молюсь. Я всегда бегу на лестнице, остановлюсь, помолюсь. Я говорю, по лестнице не бегай, я. У нас в Роско побегает. Кто говорил из них, кого я наказывал, он ещё нет? Нет, никто ничего не сказал. Ещё нет. Был один мальчик, привезли, и он заматерился. Я разобрал, в чём дело. Я сказал, мать, тоже его. И всё, больше ни разу. И уехала, и говорит, ой, мой парень-то какой стал. А сама с ним была, говорю, поехали куда-то отдыхать. Он сам костёр развёл, всё готовит. Я говорю, вот это школа. Вот и у нас так же, ребята. Я как пришла, как посмотрела, как они в сарае всё красиво сделали. Они старый сарай переоборудовали, чтобы всех кост поместить. Настолько это красиво. Они самому-то привозили вам? Ой, привезли. Сюда же, понимаешь? Целый мешок сюда привезли. Я говорю, ребёнок, мешок-то сюда зачем? Ты мне, говорю, три штучки, дай я жевать буду. Нет. Я говорю, ну, в больнице-то я ж его не съем. Я по больнице-то не делал. Доходили, главное, когда из Канады были четверо рода, еще из Канады прилетели. Ну и прощаться, мы поехали там, где второй мостик есть. А корешки-то, где плантация была, солодки-то есть. Больше всех насобирал Ваня. Или несколько, да, несколько насобирал. Мы домой-то не идём, а где-то остановились. Говорят, ты отдай мне всё. Он отдал, а я тебе дома сейчас придём. Выбирай. У меня пучками сложены. За всю жизнь только солодки не имел я. Понимаешь? Потому что он бульдозер, она же в вене растёт, он не снимает, а корешки валяются. Так увлёкся, тракторист, бульдозерист. Выскочил из бульдозера, давай корешки собирать. В три дня, чтобы не завалить. Как заразительно забирать. А я косолый день, как гращ червей собирает, когда пашут. Ну и вот это я. Но Несторка сейчас солодку жуёт каждый день. Её снял, что надо в нем, наверное, наломать и несколько раз распаривать. А он её прям жуёт, как жвачку жуёт. Он каждый день её жуёт. Один сказал, говорит, у неё, говорит, сладость нахальна. Я, говорит, когда уже вал, говорит, а уже в обед всё ещё во вту слоя. Она в шесть раз слоё слоё. И не успокоение она, особенно на ночь хорошая. И Ванька закашлял, и он из Таргену сразу солодку зубы. Да ладно, у меня, говорит, вот травы я насобирал, Ваня. Я вот это напарил, вот это напарил. Всё нормально. Травы насобирали много. Очень много. Не знаю, кто научил, но факт, что насобирали. У нас там травы есть, которые красную книгу занесёли. Мы ходили специально собирали ягоды и травы. Там и кровохлёбка, там и спарыши. Любоговская травка, не считая, что придорожная. А вы ей какие-то гостиницы принесли? Да, грустно. Какие карманики? Ванечка был в лагере, он столько оттуда привёз, он действительно другим человеком приехал. А в детстве я вообще молчу. Что это вообще другое что-то. У нас всё из бытки было. Судьбы, из бытки, что уезжающих мы старались всем наградить, чем только можем. И веники вязали, и лазили они там. И купались, когда особое озеро сделали, искусственное. Два года. И главное, ни одной коряги нету, ни глубоко вот так ходят. Это вообще, ну твёрдое, ну далековато. Там комаров, а не даже, на внимание, комаров, какая-то, беда. А мы с Илюшкой поехали и не нашли его. Ехали на велосипедах, ехали-ехали, искали, так и не нашли. Ну я Ютуб-то смотрела, я в больнице-то лежала, я постоянно Ютуб смотрела. Видела там много чего. Так у нас в Ютубе наших роликов 8400 роликов. У меня знаете, как интересно, Игнатих Ильич, из реанимации там меня привезли, я сразу включила этот планшетник, радиовера. Ну, чтобы не слушать вот эту вот болтовню в палатинке. Включила радиовера. И первое, что я услышала из речения какого-то монаха, сейчас я не вспомню такого. Если Господь кого-то хочет помиловать, то возбуждает всех людей молиться о нем. Я говорю, Господи, слава тебе, прям как по моей мысли. Каждый день молились и сегодня молилась, потому что как бы он посмел. А так, как Господь посмел. Сейчас его все эти... Мы для чего-то большие работы проделали, ой, лес по деревьям, без сваев. Эй, села, ну кто же сейчас просил? Ну, как же ты посмела? Ах, тут мои подарки такие редкие, никому таких не приносит, кафедры принес. Села. Ну, что я могу сказать? Да как ты посмела? Ну, что знать-то? Ну, ой, ой, ой. Вот, вот, вот. Вот оно. Ты не думай, что это так. На маленькие наши яблочки сегодня собрали. Никто и не знал, что там яблочки. Спасибо, Господи. Ты понимаешь, они очень вкусные, витаминные. Это никакие, это томат. Дикие. Ходил, ходил, выгирал, подтягивался и набрал. Помог, погрызал. Вот. Да так, съешь не помешает. Еще даже. Потому что под дерево берем и... Мать, там тоже лучше рыбки сделай, которые... Как-то у нас яблони росли, а вот такие яблоки-то. А ребятишки твои вещи гуляют, и говорят, трясают, говорят, как грушу. А нет, раз тряси, всегда одно яблоко с собой. Я вышел, ни одного яблока нету. Все съели, да? Все съели. Я их помещил делиться. Что со стола, когда уходят, а то любые косточки остаются, не трогать. Повара собирают, а потом делят каждому. И все. А то так сметут, а потом поленом стоят, только долго. Нестор их всех давно воспитывает. Вот вы по кусочку, чтобы больше не брали. Съедите, потом еще возьмете. Кто бросил полкусочка, буду ругаться. Все. Несторка вообще вы командовать начало. А я вам и говорил, у него это качество есть, а только за собой смотри больше. Да. Потому что польза какая? Говорят, весь мир спасешь от души и повредишь своей. Единственное, что они с Ваней ругаются, Ваня не признают от собой власти. Как же, маленький, мной командуют. А это не надо, скажи старше. А потом посидит, подумает, Нестор прав. Говорит, ну ладно, прости, брат. Так интересно на них сейчас смотреть. А я про Инаху все лето спрашивал, приедет или не приедет. Ну вот пришлось ей дома из-за хозяйства. И она кожа болящая, ей необходимо было на свежем воздухе быть, купаться. Ну огород засолки, все, 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 все пришлось ей делать. Животных ходить дома, говорят. Андрей же на работу вышел, Сергей. У нас ролики видел, как дядя Володя занимался Библией, изучали они ребятишек. Они даже, они сами картошку выкопали. Кому скажут, сами дети картошку купали, Андрея не было. Я прям тогда расстроила, говорю, как же Андрея. Не было Андрея. Копали все сами, все делали сами. Хорошо, в воскресенье у нас собрание было, где занятия. Ну занятия так маленько прошло, минут 20, а дальше я обменил завещание. Я завещал, как, что я все подписал, кто командует моими домами, имуществом. И дальше, что, как меня хоронить. Обязательно вот в этих, там у меня другие сапоги есть, на которых я благовестовал. В сапогах тело не обрывать. Вот какой я езжу, в этом уровне, я весь мир объехал. И Америка, и Лиссабон, и Франция, и Германия. Это моя награда перед Богом. И Евангелие заламинировать, новый завет положить мне на грудь. Проверьте, умоляю или нет, поднесите зеркало вот так. Если затуманится, я живой. И через день придите на могилу, подключите еще тут, и на кресте надпись делать. У кого нет Евангелия, возьмите, тоже заламинируйте, чтобы не промокли. И кто возьмет, потом опять повесить. Там, вы слышали, я тоже себе так хочу завещание. И Андрюша сразу скажет, сам гроб сделаешь, никуда меня не отдавай, сам гроб охоронишь. Андрей, ты живой будешь, я буду болеться, я буду поститься, ты будешь живой. Все, давай, вперед все в твоих руках. Ох, он первые дни за мной за реанимацию ходил. И мыл, и что только не делал. А потом уже малечко ходил. Видишь, они время научились экономить. Они там у меня пилили, шкурили, носили. Это только-только о холодном ушло. Ходили отдельно на малину, там на разные ягоды. Где не поломать, обычно как по черевуку лезут, там вот помешат. Мне до ветки не повредить-то. А они лезут на самую высоту, я их высоко не пускал. Лучше лестницу принесите. Вот они у меня на самой высоте сарай сделали, огромный сновол. Я же поразилась, они его и чередили, и шифером покрыли, сами. Я говорю, я его поднять-то этот шифер не могу. А они его подняли как-то. Чудо. А у вас тут процент выздоровления, который влечет, который влечет? Ох, я даже не знаю. Они тут как конвейер. Один еще выписан, с ним все, другой тоже на кровати сидит. Много болезни. Очень много. И все эти родные районы. А выписан, по-другому тоже, прокапали его, отправили. Меня ответили, хорошо, как капать в третьем раз не стали. Проверили, что нет, капать мы тебе не будем. Лечить мы тебя не будем. Мне ты правил, что он говорит, не вылечится. Мы тебе этой химии противоположные, поэтому я тебе даже не хочу. Ну вот сейчас, Квиктор Андреевич, у нас не отрался, пусть он мне поможет. Дай Бог. Вот так посмотрим, проверим. Самое главное, УЗИ проверили, УЗИ посмотрели, и здесь все хорошо. Это самое главное. Ну а дальше, как Господь? А ты слышала, в Америке-то там беда какая расстреляли? Нет, не слышала. Собрались на концерт, и в это время, перед тем, как уже куда соберутся, там гала-концерт, один проповедник уличный, я давно его знаю, стоит, покайтесь, не ходите на концерт, вас смерть ждет, смерть ждет. Вы умрете, вырастут, Боже, сразу и вдруг среди, а народ идет и идет, там где-то тысяч двадцать, наверное, пришло уже. Какая-то женщина, похожая на бразильскую, там, мексиканку, ходила и говорила, вас собрал сюда кто сегодня? Вы умрете, сегодня последний день в вашей жизни. И вдруг в гостинице... Телефон у вас звонит. Вон, видишь, как. У меня тоже. Я думаю, наверное, кто-то там скажет, что-то не говорится. Говори. Говори. Да, без хлеба, но оказывается, тут последний мешок сухарей, то мне не сказали, мы его нашли. Я сейчас, если вернемся, то я мог бы, конечно, поговорить. Никого нету, до субботы. Ну, конечно, потому что Сергей не поехал, но Андрея не сборился. А Татьяна, ну, кто-то хотела помочь, я говорю, ну, ладно уж. Внезавтра нашли ваш мешок, последний мешок-то нам не подали. А он остался здесь, с продуктами хранился. Я вот только сегодня его видал. Нам этого хватит. Очень благодарен за заботу. Спасибо, Христос. Ну, приедут братья, я там попрошу, кто-то поедет. Я тоже надорвался, свай таскал, у меня сейчас вторая неделя кровь идет и идет, внутри там что-то. Ну, не рассчитал силы-то. У меня операция была, видимо, открылась там что-то такое. Нехорошо. Я... Да. Не покупаю, только не покупаю, это я не возьму даже. У нас своя мука, подаренная нам. А остановиться на этом. Покупать не надо. Никак. Даже никак. Все с Богом, да? Спасибо, Христос. Нианилу Алексееву. Как заботиться. Она... Я даю мешок муки, а она пополам. Половина ей, половина нам. Ну, я даю там масло, там еще соль. И... Мы всю зиму не покупаем. Спасибо, Господи. Люди за деньги бьются. Пенсия. У меня пенсия, я не знаю, почему такая пенсия. Шесть тысяч тридцать двадцать три. Я теперь тоже пенсия не рогала. Ходила, ей добавили, надеюсь. А мне так и ничего не добавили. Ну, еще... Но я без денег не сижу. Сейчас пошел. Я сама видела. На карточку. И на телефон. Все время мне кто-то скидывает. Все время. А потом я приезжаю в город, отдаю кому-то. С него снимают. У меня опять почти по нолям. Возвращаюсь уже. Ну, помаленьку. Кто-то пятьсот тысяч так скидывает. И на этот накидали. На пластиковую карту. Мы были с тобой сейчас там сколько? Шестьдесят две. Ну, да. Шестьдесят две тысячи накидали. Как пенсия-то. Мне до того неудобно ходить, выпрашивать. Тридцать пять лет стажа у меня рабочего. Такая пенсия. Да только дело. Я за два года, чуть с лишним, потеряю. Я вложил в землю больше миллиона. Щели, трактора, бульдозер, песок. Все. Больше миллиона. А где деньги-то? Они мои. Поэтому я к ним так и отношусь. Они мои. Я не могу ни грамма потратить. Ни копейки. Благодарю Господа за все. Да слава Христу. За то, что столько людей мне заботится. Община, понимаешь? Я даже не знала, что столько людей меня любят. Да. Столько заботятся. Я даже не ожидала. Ну и благодарю Господу за те десять лет, которые было. Но еще ни разу не просила Господа, чтобы меня исцелило. Я просто молюсь. Говорю, Господи, если хочешь, можешь исцелить меня. А больше мне ничего нет. Мы молимся парализованного Сергея Борящего. Дальше Анастасию. Одна нынче была, лечила, лечила. Говорит, сама врач там оказалась, онкология тоже. Молимся о ней. Ну а тут уж ясное дело. Александра Михайловна Гончарух приболела. Ну что, я отпускаю. Ты не против, что мы выставляем ее в интернет? Да нет, конечно. А тогда польза. Польза. Чтобы каждый своим ребенком занимался и была помощь. Я детям говорим твоим, смотрите. Вам надеяться не на кого. Вы сами все должны уметь делать. И что самое главное, что люди знали, Бог есть. Он всегда есть. Она на пути все время работала, помогала, просила. Она многому научилась. Только молитвы наших братьев и сестер. Я не давала. Ну что, мы будем собираться? Да. Спасибо Христосу. Такую радость мне сегодня. Ах, Господи. Это Татьяна, которая не она, я бы не пришел. Какая радость. Подальни на себя, покажи. Вот мне такая. Божьей помощи. Сама. Ну а там, как раз. Господи, благословите, держи. Спрашивала, что ты не смотришь. Вы подали? Сустрами, папа, пьянут. Благодаря ей мы пришли. Она на машине своей нас привозит. Привезла. Благодарствия мне. У нас сегодня 11 октября 2017 года, среда. Четверо деток. Четверо деток дал. Ну, уже отдал. Ну, ребятки. Да, у меня столько всего дал. Как же она может дарить? Хорошие ребятишки. Ну, ух, кучка. Господи, ну, все. Ага. Ну, ты такие подслушные. Я тут буду с ней. Вот, ты ей куча сгонять надо. Она сейчас такая в том возрасте. Вот, да, Бог, заживем до лета там. Ой, я же хотела. Нет, ну, шучу, я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Лучше всех. Они с тобой пришли, все рассказывали. Так, все, скрывайся, мы тебя засняем. С Богом. Спасибо, Христос. С Богом. Андрею, скажи, скажи, ты не забыт? Приходи. Обязательно. Приходи, ты никуда не уйдешь. За тобой, где без общины, там ничего нету. А я могу. А здесь живая жизнь. Дитя в стольких молитв не погибло. Много людей за него молятся. Веру. Пить бросить. Хорошо. С Богом. Так, уходим. Настя, ты не отдала. Не отдала. А там никто не берет. Я прошла, попала. Так, мы ждем здесь или идти туда? Да, давай дверточку. Сейчас я беру. Подожди, маленько. Она сейчас там, она знает. Ну, спустись, подожди. Я тут посмотрю. О! Это Барнаул. Город Барнаул. Большой город. 750, что ли, тысяч. Алтай. Один из богатейших регионов. И самые бедные жители. Самые коррупционированные, говорят, общество тут. И дома большие, и люди важные, и все. И уезжают. Вот у них и елки. Гляньте-ка. Какие прекрасные ели. Какие крыши, здания. Богатый край. И в то же время, вот так. Вон они, голуби летают. Вон они, голуби летают.